Всех приветствую! Меня зовут Кейт Мосли. Я приветствую на нашем канале SunGates Miami. Это филиал SunGates Center. И мы здесь познаём себя и окружающий мир. На канале SunGates Miami я буду рассказывать о науке проектирования ВАСТу, проектирования жилого пространства, дома ты или квартира. Так как я архитектор и дизайнер интерьера с стажем около 20 лет, я научилась проектировать интерьеры не только красивыми, уютными, функциональными и современными, но и при помощи науки ВАСТу я поняла и разобралась, как выбирать участок для строительства дома по ВАСТу, как строить дом по этой науке, как выбрать квартиру перед покупкой. Или, если вы уже живёте в квартире, как сделать правильно планировку, чтобы ваш дом, ваше жилище приносило вам максимальную пользу, то есть чтобы ваше жилище было наполнено самой позитивной энергией, которая к нам, кстати, приходит с Востока, с восходом Солнца, с Востока приходят первые лучи, они должны проникать в наше жилище, убивать все бактерии, и это прана, проникающая в наше пространство. В идеале это должна быть гостиная, то есть какое-то большое открытое пространство, и там энергия закручивается. То есть основной смысл проектирования по ВАСТу, о котором я хочу сегодня вам здесь рассказать, это как сделать своё жилище так, чтобы туда проникало как можно больше позитивной энергии, и уберечь дом от негативной энергии. Как ни странно, негативная энергия у нас поступает как раз с запада, там, где закат, и там же вечером у нас луна. Получается, что выбирая квартиру и помещение для жилья, нам нужно выбирать такое, чтобы двери и окна выходили на восток, а на юге и юго-западе, конечно, там могут быть окна, потому что существует не только наука БАСТа, сейчас в современном мире у нас есть и законодательство, и СНИПы, и ГОСТы по строительству. Конечно же, в каждом жилом помещении должно быть окно. То есть есть вариант коррекции БАСТа, то есть если у вас на западе, юго-западе есть окна, то их можно просто скорректировать, подобрать правильного цвета, жалюзи или портьеры. То есть это как раз уже вопрос дизайна, проектирования, чем я, в принципе, и занимаюсь. То есть здесь я хотела бы рассказать сегодня как вступительное занятие про основные, самые основные моменты, которых нужно придерживаться, если вы хотите проверить свое помещение, жилое пространство, насколько оно соответствует законам БАСТу. Может быть, вы найдете какие-то очень простые решения, как перестановка мебели, чтобы гармонизировать и улучшить свои действительно ряд, ряд аспектов своей жизни. То есть наука БАСТу нам говорит, что если спроектировать свой дом по всем законам БАСТу, а раньше проектировали по законам БАСТу целые города, комплексы монастырей, все церкви выходили с входом на север, то есть древнейшая и древнейшая наука. То есть если все сделать по законам БАСТу, то уровень жизни вообще, насколько человек счастлив, как сильно он восстанавливается, насколько даже здоровье у него крепкое, и отношения с людьми вокруг него, карьера. То есть говорится, что до 60% качество жизни человека может увеличиться. Это сложно представить, но достаточно только начать, и потом, поверьте, очень сложно остановиться, когда ты видишь изменения к лучшему. То есть помните, мы слышали из разных источников, что нужно выбрасывать старые вещи, избавляться от чего-то сломанного. То есть все это истоки как раз науки БАСТу. Я встречаю в разных культурах, так как я работала по всему миру и сталкивалась с разными проектами совершенно разных культур и стран. И я вижу, что есть совпадения. И у меня складывается иногда ощущение, что наука БАСТу, возможно, и есть та самая, та самая, может быть, не то чтобы основная, а древнейшая наука обо всём. Если взглянуть на реальный перевод сан-сары, учения БАСТу, то там описываются просто практически все аспекты жизнедеятельности человека и как нужно гармонизировать пространство с окружающим миром, как природа помогает жилищу не нагреваться от лучей солнца или, наоборот, не так сильно охлаждаться в холодное время года. Например, вот этот воздух, самый благоприятный, который к нам поступает с Востока, вот эти лучи света на рассвете, они убивают микробы. Поэтому рекомендуется очень настоятельно, например, иметь кухню на северо-востоке. на юго-востоке. То есть я сейчас покажу схемку, чтобы я не путала вас. Сейчас я хотела показать, как в идеале разместить можно комнаты. Если, например, вы ищете новое жилище или у вас есть возможность сделать перепланировку, то есть, может быть, вы в процессе сейчас перепланировки, и я набросала вот такие, сейчас вот такую схемку. то есть получается, что вас, конечно же, прежде всего обращают очень большое внимание на ориентацию дома по сторонам света. Вот сейчас здесь я показала идеальное, идеальное, во-первых, форма участка или дома, или квартиры. Это квадрат или прямоугольник. Получается, что когда вы поймете с компасом ориентацию вашего жилища по сторонам света, если у вас нет компаса, на самом деле на телефоне это не самый удобный вариант. Я буду рассказывать в следующих видео, как сделать анализ своей квартиры. Я буду показывать пример своей квартиры, как ее анализ, что я сделала, чтобы исправить ситуацию. Буду на своем примере рассказывать. Потому что, конечно же, изначально я заинтересовалась, я много переезжала, работала в разных странах, и иногда я чувствовала, что это жилье меня не устраивает, потому что есть по ВАСТу, есть жилье нейтральное, есть позитивное, про которое я сейчас рассказываю, как сделать его позитивным, и есть, к сожалению, пространство вампиры, то есть ты приходишь домой в надежде, что ты восстановишься, выспишься, отдохнешь, наберешься новых сил, а в результате ничего этого не происходит, и с каждым днем это накапливается, и у человека возникает хроническая усталость. И оказывается, что дело-то как раз было не в матрасе, а, возможно, просто человек спал головой, не в ту сторону, или, например, цвет стен в его комнате преобладал не тот, который должен был по ВАСТу. То есть здесь очень много разных аспектов пересекаются, и вот здесь на этой схеме я хотела показать. Допустим, у вас прямоугольная квартира, и компас показывает, что здесь север, юг, запад и восток. И так как у нас восход получается с севера, востока на восток, получается, что вот этот север и восток, вот этот угол, он самый важный в плане того, что здесь должны быть окна, которые будут эти лучи. И вот здесь, кстати, где кухня, да, то есть получается даже север, восток, юго-восток, должны быть окна, чтобы пропускали нам энергию, энергию позитива, утреннего солнца. Почему, например, делают йогу на рассвете? Чтобы питаться именно новой энергией, энергией нового дня, новой жизни. Поэтому очень часто васту, шастру, науку для дома называют йогой для дома. И я согласна, потому что васту – это также наука совершенствования пространства. То есть всегда, всегда есть шанс что-то улучшить, если ты знаешь, как. И как раз мы будем на этом канале выяснять, каким образом мы можем улучшить наше пространство, если уже так случилось, что мы в нём живём. И ещё говорят, что вот эти все обстоятельства, в которых мы живём, да, например, хоть не очень удачная квартира, может быть, не очень удачное расположение, потому что здесь ещё и геолокация имеет влияние. То есть неблагоприятно жить, например, рядом с кладбищем или со свалкой. То есть должна быть постоянно энергия позитивная. То есть не очень хорошо жить в каких-то помещениях, где случались какие-то негативные события или какие-то, может быть, наркозависимые люди жили или кто-то умер на сильственной смерти. То есть вот любой негатив, конечно же, не приветствуется. И в идеале здорово, когда ты строишь дом с нуля или сносишь все перегородки в квартире и делаешь полную перепланировку. Но, конечно, не всегда так получается. И говорится, что каждый человек, он заслуживает это жильё. И если мы все дошли до этого момента, когда мы работаем и над собой, и над своим пространством, над жилищем, чтобы помочь самому себе восстанавливаться, то есть чтобы помогать самому себе не терять эту энергию, которую, например, вы сходили утром на океан, на рассвете, на йогу, пришли домой, а там совершенно ужасные условия, и ваш дом эту энергию просто моментально высосал. То есть должно быть наоборот. В идеале у нас заходит энергия, как я уже сказала, с востока, и двери желательно с востока делать. И здесь, вот в этом прямоугольнике, который я показала, здесь закручивается энергия положительная. «Самое благостное утро» я написала, это с 3.30 до 5, даже перед закатом, в разных городах и странах закат, ой, то есть рассвет в разное время. Но смысл в чём? Вот это пространство рекомендуется всегда держать достаточно открытым и не загромождать какой-то очень тяжёлой мебелью, шкафами, тяжёлыми горшками, цветами, то есть ничем не тяжёлым. Особенно, я буду рассказывать про разные карты в асту, потому что карту ВАСТа – это самое основное, с чего мы начнём делать анализ квартир и домов. Я с вами обязательно поделюсь моим электронным адресом или как-то мы ещё договоримся. я буду выбирать рендомно квартиры на анализ онлайн, чтобы было более наглядно. То есть у всех очень индивидуальная ситуация существующая. У кого-то санузел на севере, у кого-то на юго-западе, у кого-то на юго-востоке. И в этих случаях во всех требуется разная коррекция, потому что карта ВАСТу, она будет опираться у нас на, как уже сказала, на стороны света. Также она будет делиться на сектора, квартира будет делиться на сектора. И в каждом секторе будет присутствовать влияние своей планеты. Так как всё равно у нас ВАСТу – это наука, которая связана также и с космосом, потому что космическая энергия – это и есть наша франка. То есть на примере своей квартиры, которую я буду разбирать в следующем уроке, я буду показывать, на какие сектора делится моя квартира, в каком углу у меня санузел, хорошо это или плохо, в каком углу у меня кухня, где у меня гостиная и спальня. И в каждом секторе будет преобладать своя планета, причём у каждой планеты есть свой преобладающий цвет. То есть если вы одеваетесь, например, по дням недели, потому что каждому дню в неделе соответствует своя планета. Например, суббота, Юпитер, голубой цвет или синий. Даже, наверное, синий – это просто мой любимый. Я пытаюсь всегда одевать синее в субботу. То есть так же в комнатах. Но это не конкретно. То есть, опять же, всё очень индивидуально, очень много тонкостей, мелочей, которые мы как раз и будем здесь разбирать. И самое главное, что есть цвет преобладающей планеты, который, конечно, бы хотелось ввести в эту зону. А есть ещё цвет, который… Другой цвет, уже по другим аспектам, которые нужно сюда ввести. И получается, что нужно работать над определённым сочетанием. Плюс, если ещё вам нужна коррекция в этой зоне. Вот, например, у вас… Вот здесь вот не кухня, да, где в идеале должна быть кухня на юго-востоке, чтобы, опять же, лучи убивали все бактерии, здесь было светло, приятно, потому что здесь у нас огонь, энергия огня, да, и здесь у нас приготовляется пища, то есть это жизненные энергии. Мы не то, что мы едим, да. То есть здесь у нас очень сакральная зона кухни. Если она у вас не в этом углу, к сожалению, находится, то ничего страшного, на это и есть, существует коррекция по вас. Например, так как на кухне у нас обычный огонь, то если эта кухня находится, например, на западе, да, то этот огонь можно добавить за счёт того, что вы поставите, например, какую-то красивую композицию свеч, и, возможно, эти свечи должны быть какого-то определённого цвета, да. То есть можно играть с какими-то небольшими аксессуарами, как декоративные подушки или какие-то более мелкие детали цветовые. Поэтому всё очень относительно. Но, опять же, чтобы сейчас у вас было хотя бы малейшее какое-то представление о вашем жилье, насколько оно соответствует ВАСТу, вот обратите внимание, что ещё раз гостиная, какое-то открытое пространство у нас должно быть на севере, северо-востоке и востоке. Центр Брахмастан, вот здесь вот, где у меня завинчивается энергия, да, которая пришла положительным наш дом, это вообще тоже очень-очень сильный сакральный сектор. Это самое главное, про что говорится в науке ВАСТу, и мы будем это разбирать, потому что есть ВАСТу, такой персонаж, как ВАСТу Пуруша. Это божество. То есть вы видите сейчас Мандау с его изображением, и вот где написано North East, северо-восток, мы видим его голову, далее идёт тело, руки и ноги, да, и получается, что как раз вот центр, где написано Брахма, поэтому его называют Брахмастан, этот центр, это и есть сгусток, вихрь, все это энергии, и помещение нужно пространство, чтобы эта энергия закручивалась, да, и приумножалась, развивалась, чтобы она заходила в дом и раскручивалась там и оставалась, потому что если у нас будет там стоять какая-то тяжёлая мебель, или ещё хуже у вас будет там спальня, вы там будете спать, но говорят, не очень благоприятно, это сказывается и на здоровье, и на удаче, поэтому нужно в первую очередь проверить, что у вас, вот если взять план вашей квартиры, что у вас находится в центре. Дальше, так как у нас зашла энергия и раскручивается здесь, мы смотрим, где у нас находится санузел, то есть ванная с туалетом, с унитазом. Во всех культурах считается, что туалет, конечно же, это самое неблагоприятное помещение, оно осквернённое по своему смыслу, поэтому не рекомендуют однозначно вешать никакие иконы, алтари или изображения божества именно на смежные стены с санузлом и, конечно же, внутри санузла. Например, даже в азиатской культуре санузел настолько считается местом неблагополучным, то есть говорится, что всегда, во-первых, должна быть закрыта дверь в санузел, чтобы эту энергию там удерживать. Далее, крышка унитаза тоже желательно должна быть закрыта, потому что унитаз вообще считается местом утечки положительной энергии. То есть если у нас санузел вообще находится в центре квартиры, там, где у нас Брахмастан, это, конечно же, очень плохо. Это будет означать, что это положительная энергия, которая к нам только-только пришла, она только начала закручиваться, аккумулироваться и сразу же вышла. То есть получится, что это будет дом-вампир, грубо говоря. Все равно есть в таком случае коррекции, васту-коррекции, можно поработать над этим санузлом. Есть очень много разных вариантов. Здесь, опять же, нужно будет как раз смотреть на дизайн, дизайн, да, потому что одно дело почитать все эти книжки о Васту, все эти коррекции, но другое дело применить их в существующем интерьере, чтобы интерьер все-таки остался красивым, функциональным и современным. То есть получается, что идеальное место для санузла, например, северо-запад. И вот в азиатских странах, даже когда входишь внутрь туалетной комнаты, там стоят специальные тапочки, в которых нужно ходить только по туалету, и когда ты выходишь из этого помещения, ты оставляешь их внутри. То есть настолько сильно люди заботятся о том, чтобы не занести эту энергию обратно в дом, да. Поэтому если санузел находится, опять же, в зонах, где у нас приток положительной энергии, то через него будет потеря энергии, и это не очень хорошо. Далее важно, чтобы спальня в идеале должна быть на юго-западе. И смотрите, так как закат считается у нас негативной энергией, и лучи солнца у нас, то есть лучи солнца и лучи от луны ночью, у нас считаются неблагополучными. От этой энергии нужно дом оберегать. Хотя очень многие любят закат. Закат – это очень красивое событие. Но по древней науке в Асту, и я уверена, что ещё и в других культурах есть такое поверие, всё-таки закат – это заход солнца, это завершение дня, то есть это конец, и это энергетика негативная по сравнению с восходом. Поэтому здесь есть ещё такие варианты. Я говорила, как можно, например, сделать расстановку мебели, начать с малого, проверить, насколько ваше помещение соответствует, например, вот этой схеме. Далее – посмотреть, где у вас основное нагромождение мебели, где у вас все шкафы, гардеробные. Потому что, так как мы защищаем свой дом от негативной энергии, вот эти вот стены запад, например, рекомендуется заставлять смело мебелью чем-то тяжёлым, даже какие-то тяжёлые горшки землёй, какие-то цветы, комнаты, растения. То есть мы это всё будем разбирать, в отличие от стены северной, которая должна оставаться открытой, лёгкой. И опять же, если у вас так случилось, что вам повезло, и у вас есть окна с севера, не загораживай этот свет. То есть с севера или с востока. Моменты всегда есть, да, моменты исключения. Вот, например, дверь на северо-востоке. Не очень благоприятно считается, а окна считаются нормальными. По дверям тоже есть коррекция. Мы будем всё это разбирать в разных наших тематических записях. Каждый урок будет со своей конкретной темой, потому что информации очень много, и мне хочется её доступным, понятным, донести языком. Поэтому я медленно, но верно буду вам доносить науку ВАСТу, науку проектирования пространства. И я очень надеюсь, что это поможет улучшить ваш уровень жизни, самочувствие. Надеюсь, у вас действительно наладится жизнь, или даже если хоть чуть-чуть увеличится ощущение прилива от жизненной энергии, это будет уже огромным плюсом. Спасибо за внимание, кто досмотрел. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Это мой новый канал. Я буду рада каждому лайку, каждому подписчику. Ставьте колокольчики, если вам понравилась тема, и вы не хотите пропустить мой следующий выпуск, то ставьте колокольчики, и вам придёт удовление, когда у меня будет готова следующая запись. Я буду делать онлайн записи, и вы увидите, через сколько часов начала, и я буду отвечать на вопросы онлайн. И если кто-то действительно хочет, чтобы мы разобрали его квартиру по науке ВАСТу, то обязательно пишите и оставляйте комментарии. Мы обязательно это сделаем. Главное, чтобы у вас был план квартиры не от руки, а желательно, например, от застройщика, или от управляющей компании, от архитектора, от дизайнера. Кстати, если вы делаете дизайн квартиры, то лучше сначала изучить тему ВАСТы, а потом уже со специалистом ВАСТы или консультировать, просто общаться с дизайнером, чтобы дизайнер всё-таки понимал, что это не просто дизайн, а это организация пространства живого с учётом науки ВАСТа. Что очень-очень актуально, я считаю, людям сегодня, которые работают над собой и морально, и духовно. И я думаю, что дом – это очень-очень важно. И я очень рада, что у меня есть такая возможность с вами делиться и исправлять эту ситуацию. Потому что всегда можно улучшить. Всё, я прощаюсь, я заболталась. Мне было очень приятно провести для вас этот первый урок. Всем пока, до новых встреч. До свидания. Продолжение следует...